АПЛОДИСМЕНТЫ Американский соболь Кролик-американский соболь, порода кроликов, выведенная в США, образовался в результате скрещивания пород шиншиллы со шоколадными гаваннами. Вес 3.24. 5 килограммов. По телосложению схожи с американскими шиншиллами, но отличаются по окрасу. Разведение таких кроликов – это коммерческое предприятие, так как такие кролики достаточно редкие, а соответственно, дорогие. Голова, ноги, уши, спина и верхняя часть хвоста цвета темной сепии, остальная часть шерсти с легким загаром, как у сиамской кошки. Глаза, как правило, темные с рубиновым оттенком. Кроликов данной породы можно содержать в компании с другими породами кроликов. Большую часть дня спят. При беспокойстве стучат ногой по земле. Кролики, как правило, послушные, обычно наслаждаются общением с владельцем. Кролики данной породы достаточно плодовиты, в среднем 6 крольчат в пометто. Самки достаточно молочны и, как правило, выкармливают потомство без проблем. Американский фуззилоб. У американского фуззилоб есть короткое, толстое тело. У них широкий сундук, короткие плечи и широкая, глубокая, хорошо округленная задняя часть с большим количеством мышц. Их нечеткие уши проваливаются по сторонам головы. Американский фуззилоб – сладкий, энергичный кролик, который, как известно, отлично подходит для шоу, меха и домашних животных. Их шерстяное пальто великолепно демонстрировать миру, а американский фуззилоб является фаворитом на соревнованиях. Для практических целей этот мех кролика можно раскручивать и изготавливать в разные виды одежды. Их любопытное, игривое отношение делает их отличными питомцами для одиноких, пожилых людей и семей. Так как им дается много любви, привязанности и места, позволяющего их энергии бежать, огороженный двор будет более чем достаточным. Ангорский кролик. Ангорский кролик, фото которого предоставлено, отличается укороченным туловищем, внешне напоминающим цилиндр. Голова большая, с укороченными ушами. На кончиках ушей характерно наличие волосяных кисточек. Все тела взрослой особи покрыто шелковистым густым волосяным покровом. Средняя длина волосу сформированного кролика достигает 15-25 см. Плотность волосяного покрова – 90-92%. Живая масса взрослой особи может варьироваться от 2,5 до 4 кг. Средняя составляет порядка 2,9-3,1 кг. Своего пика в весе молодняк достигает очень быстро. Так на седьмом месяце жизни живая масса составляет уже 2 кг. Ангорский пушистый кролик отличается от своих ушастых собратьев еще и поздним достижением полового созревания. Случать самок можно не ранее 12 месяцев. В то время как другие породы случаются в 5-6. А вот акролу половозрелой самки стандартной – порядка 8 крольчат. Крольчихи любят комфорт и уход особенно во время беременности. Для того, чтобы этот период прошел благополучно, и она смогла привести плодовитое, здоровое потомство, необходимо следить за уровнем влажности и температурой, не допускайте резких скачков, это очень опасно во время беременности. Ангорский сатин. Сатиновые ангорские кролики имеют коммерческий тип тела, а их стороны имеют небольшой конус от задней части к плечам. Они имеют относительно простые уши, которые иногда могут слегка затыкаться, а их овальная голова имеет широкий лоб и немного более узкую морду. Сатин ангорский кролик часто используется в качестве волокнистого животного, что означает, что их разводят, чтобы побрить свое пальто – процесс, который не вызывает дискомфорта. Чтобы взять свое пальто, заводчики часто ловят кролика или зажимают его толстое пальто, используя пару острых ножниц, что не вызывает у него боли, как человеческие волосы, она всегда растет. Хотя они в основном используются для этой цели, конечно, не редкость иметь ангорского кролика в качестве домашнего питомца, поскольку они очень общительные, ласковые кролики, которые любят прижаться к людям и играть со своими игрушками. Бабочка – это английская красавица с привлекательной шкуркой, довольно мелкая, разводилась на землях туманного альбиона, как декоративная. Российские заводчики скрестили ее с несколькими породами более крупного размера – фландром и венской голубой, белым великаном. Получились крупные кролики, весом до 5 килограмм, выращиваемые не только на мясо, но и для великолепной шкурки. Доминирующий цвет шкурки – белый, а черно-коричневые пятна на шее, в ушах, носу и по центру спины являются отличительной чертой породы. В помете бывает до 8 крольчат – белый великан. Белый великан относится к шкурочно-мясной породе. Его выращивают не только для того, чтобы получать красивую шкурку, но и для того, чтобы иметь несколько килограмм диетического, полезного для здоровья человека мяса. Взрослый кролик может достигать веса до 7 килограмм. Если учитывать, что чистый вес мяса кролика составляет 50% от живого веса, то один кролик может дать до 3,5 килограмм хорошего мяса. Кролики хорошо и быстро размножаются. Это важная особенность разведения кролика породы белый великан. Самка приносит приплод до 11 крольчат, которые быстро растут в нематеринском молоке и уже к 2-3 месяцам достигают убойного веса. Срок беременности крольчихи составляет 1 месяц. Живут кролики в широких, просторных клетках, хорошо защищенных от сквозняков во избежание заболеваний и проникновения хищников. Рацион питания – самый разнообразный, трава, овощи, можно давать комбикорм, ветви деревьев и т.д. Белый панон Популярная порода белый панон принадлежит к широко востребованному брайлерному типу. Гибридная разновидность кролика разработана в Европе, Венгрии, в стенах сельскохозяйственной академии имени С.В. Ештвана на основе белого великана, калифорнийского и новозеландского. Полученная помесь была должным образом оценена в профилирующих кругах. Отличная репутация и бум в фермерских кругах объясняются высокими молочными характеристиками, стремительным набором массы и отличными показателями плодовитости. К роликам этой разновидности присущи длинное вытянутое тело и аккуратная, компактно сложенная голова. Они обладают ослепительно белым окрасом и красным оттенком глаз, выдающих в них альбиносов. Хорошо выраженная мускулатура, тонкая кожица, которая плотно прилегает к телу, легкие кости, пушистый волосяной покров и стоячие ушки среднего размера. Представители этого семейства рождаются довольно сильными и выносливыми. К прочим достоинствам можно отнести превосходную скорость роста, устойчивость к болезням и многоплодиям. Белый панон Белый панон Белый панонский кролик попал сравнительно недавно, в конце 70-х годов ХХ века через Польшу, бельгийский великан, фландр. Возникновение данной породы имеет несколько версий. Одни считают, что кролики появились во Фландре в результате длительного селекционного отбора, а затем были вывезены в другие страны. Особенно высоко породу бельгийский великан оценили в Америке, поставив их разведение на поток. По другой версии, фландры относятся к потомкам патагонских кровей. В XVI веке наладились торговые отношения между Голландией и Аргентиной. Это и послужило толчком к распространению данной породы. Хотя в этом случае вес особо редко был более одного килограмма. Теперь истину установить невозможно, патагонские кролики полностью вымерли. И, наконец, последняя, тоже лишенная всякого смысла версия, фландры произошли от скрещивания патагонских и фламандских кроликов. В наши дни есть несколько разновидностей бельгийских фландров. Их отличают размеры и массы тела. Самая маленькая особь весит около 6 килограмм, а самая большая может достигать показателей в 12 килограммов. Расцветка этих кроликов отличается большим разнообразием. Есть кролики темно-серого, черного, серого, серебристого, голубого, песчаного и белого цвета. Шерсть густая, достигающая 3 сантиметров в длину, большое и светлое серебро, БСС. Взрослый кролик может вырастать до 6,6 килограмма, средний же вес для БСС минус 4,5 килограмма. У особей правильное, крепкое по конституции телосложение. Средняя величина головка с прямо стоящими ушами, плотное туловище. Длиною 55-57 сантиметров и крепкие, правильных пропорций конечности, округлые. Широкий круп и широкая грудь с небольшим подгрудком, ровная спина. Хорошо омускулина. Тушки взрослых кроликов выгодно отличаются от прочих отличным товарным видом за счет большой омускулиности и равномерного распределения межмускульного жира. Крольчихи БСС весьма плодовиты. В помете в основном по 8 крольчат, но часто случается и больше. Крольчата при появлении на свет весит около 75-го года, а в двухмесячном возрасте при должном уходе достигают в весе 2 килограмма, в трехмесячном – 3 килограммах, в четырехмесячном – 4 килограммах. Точка важна и то, что у кроликов БСС высокий процент убойного выхода мяса. Для четырехмесячных особий он составляет в среднем 61%. Мясо за счет Достаточного количества жира и низкой волокнистости нежное, сочное Отличных вкусовых качеств Бургундский кролик На самом деле, бургундский кролик имеет достаточно много сходств с другими собратьями, из-за чего у новичков могут возникнуть большие трудности при выборе. Характерные особенности внешнего вида заключаются в оттенке меха, который отличается густотой. Кроме того, важно обратить внимание на светло-голубую цветовую гамму, словно опыление, отдающую красным или алым оттенкам. Именно такой окрас характерен чистокровной породе, отсутствие красноватого оттенка, означает нечистую особь. По всему волосяному покрову цвет распределяется равномерно, без осветления и пятен. Еще один из признаков чистокровного бургундского кролика. Тело взрослой особи укомплектованное, сбитое, шея коротковатая, на фоне которой ярко выделяются уши небольшой длины, 11-14 сантиметров. Округлый круп и широкая голова горбанысого типа, при весе до 5,5 килограмма, смотрится весьма привлекательно и симметрично. В целом бургундский кролик выглядит очень крепким. При выборе молодняка очень важно обращать внимание на все факторы, приведенные выше. Молодая особь должна быть подвижной, активной, это значит, что животное полностью здоровое, и, конечно же, не забываем за окрас. Бургундский кролик У венских голубых кроликов крепкая конституция и гармоничное телосложение. Шерсть ровная и густая, имеет глянцевый отблеск. Ость и подпушь обычно окрашены равномерно, при этом волосы у основания более светлые. Пуховые волосы намного светлее остевых и присутствуют у венских кролей в большом количестве. Крольчата рождаются с серым мехом, который после второй леньки приобретает сизо-голубой цвет. В летний период возможно появление бурого оттенка, исчезающего с приближением зимы. Голова кроликов легкая, уши поставлены прямо, их средняя величина варьируется от 13 до 16 сантиметров. Туловище компактное, плотное, его максимальный размер в длину составляет 60 сантиметров. Грудь широкая и глубокая, около 38 сантиметров в обхвате, у крольчих выражен подгрудок. Конечности прямые, достаточно крепкие и мускулистые. Спина широкая, удлиненная, крупи пояснично-крестцовая часть округлые, широкие. Венские кроли имеют синеватые когти и темно-голубые глаза. В среднем они живут 5-7 лет, некоторые особи доживают до 10-12 лет. Небольшой кролик отличается красивой шкуркой сизо-голубого цвета. Описываемая порода была выведена специально для получения лучшего меха или мясо-шкуровой эксплуатации. Готовые шкурки не требуют дополнительного окрашивания, это очень ценится на производстве. Максимальный вес кролика 5 кг. За один окрол, самка приносит 7-8 детенышей. Благодаря устойчивости к холодам, возможно получение молодняка даже зимой, вуалево-серебристый кролик. Порода выведена в 1948 году в бирюлинском хозяйстве Татарстана под руководством зоотехника Никитина на основе пород – шиншилла, венский голубой, белый великан и фландр. На фоне общей серебристой окраски выделяются черные кончики остевых и направляющих волос, создающие своеобразную вуальточка под пуш равномерно голубая. Крольчата рождаются черным приобретая окраску взрослых кроликов только после второй леньки, то есть к 7-8 месяцам. В среднем вуалево-серебристый кролик весит 4,7 кг. Средняя длина тела 60 см, обхват груди 37 см. Порода обладает высокой скороспелостью и оплатой корма. Вуалево-серебристые кролики имеют незначительное распространение среди любителей в Беларуси – гавана. Порода выведена в 1898 году в Голландии, основой которых стали кролики голландской пятнистой породы. Кролики сначала имели однотонный шоколадный окрас. Но, со временем, в результате проделанной селекционной работы, окрас поменялся и сегодня существует три варианта окраса – шоколадный, черный и голубой. У кроликов небольшая голова, а шея почти совсем отсутствует. Стоячие и короткие ушки. Туловище коротковатое и немного округлое с мускулистыми плечами. Живой вес кроликов породы гавана в среднем составляет 3,3,5 кг. Цвет волосяного покрова чаще встречается темно-шоколадный и реже темно-табачный, с темно-сизым подшерстком. С возрастом крольчатокрас волосяного покрова меняется от серо-коричневого до темного. Мех у кроликов густой, короткий и очень мягкий на ощупь. Особого ухода за мехом не требуется. Так как мех у кроликов породы гавана красивый и достаточно плотный, то его используют для имитации подценные меха пушных зверей куниц, соболей и бобров. Самки кроликов породы гавана за один окрол приносят в среднем от 6 до 8 крольчат, что свидетельствует об их хорошей плодовитости. Кролики породы гавана очень спокойные кролики. И если вы ищете домашнего питомца, то кролики породы гавана прекрасный выбор. В странах Западной Европы кролики весьма популярны, а вот в нашей стране они почему-то не пользуются большой популярностью. Голландский кролик Голландские кролики славятся чрезвычайно спокойным, миролюбивым и ласковым характером. Фото голландских кроликов наглядно расскажет о внешнем виде этих зверьков. Они отличаются сравнительно небольшим весом и очень красивыми окрасами шкурок. Масса тела у взрослого кролика обычно составляет от 4 до 6,5 килограмма. Животные имеют крепкое и мускулистое телосложение, задние лапки заметно длиннее, чем передние. Форма головы у кроликов голландской породы округлая, а сама туловище имеет несколько цилиндрическую форму. Ушки у животных имеют вертикальное расположение и довольно длинные, около 18 сантиметров. Шея выражена и слабо, а показатель среднего обхвата груди варьируется в пределах 36-39 сантиметров. В свою очередь, длина туловища может достигать до 63 сантиметров. Окраса шерсти у зверьков может быть самым различным. Установлено, что голландские кролики относятся к тем чрезвычайно редким породам, у которых насчитывается более 25 вариантов окраса в шерсти. Вариации могут быть самыми разными, как традиционными, так и очень необычными, черно-белыми, коричневыми, ярко-рыжими, пепельно-голубыми, серебристо-серыми и другие. Мех голландских кроликов высоко ценится в сфере производства меховых изделий благодаря эффектному и нестандартному окрасу и отличному качеству. Кролик калифорнийский кролик калифорнийский средних размеров по величине, средняя масса взрослого кролика 4,5 килограмма. Стандартный окрас калифорнийца чисто белый. Уши, нос, лапки, хвост от темно-коричневого до черного цвета. У кроликов с хорошей родословной окрас пятен четкий и ровный. Конституция крепкая, костяк тонкий и легкий, однако очень прочный. Голова некрупная с тонкими короткими ушами, не превышающими 10,5 сантиметра. Туловище короткое, сбитое, пропорционально развитое. Шея короткая, хорошо развит поясничный крестцевый отдел, округлый зад. Цвет глаз от светло-розового до красного. Лапы короткие, толстые, хорошо опушены, под грудок отсутствует. Эта порода удобна своей неприхотливостью. Калифорнийские кролики легко приспосабливаются к особым условиям содержания, устойчивы к заболеваниям благодаря врожденному иммунитету. Это кролики мясной породы с самой большой отдачей в процентном отношении готового мяса к живому весу. Самки способны приносить до 10 крольчат за один раз. Крольчата быстро набирает вес и уже в возрасте 3 месяцев достигают 3 килограмм. Мясо отличается нежностью, некоторые эту породу называют брайлерной, кролик породы Аляска. Данная порода кроликов была выведена в 19 веке. По некоторым данным этих кроликов вывели в Германии, а из других источников можно узнать, что кроликов породы Аляска вывели во Франции в 1860 годах. Какая информация более правдива уже наверное не узнать, но это и не особо важно. Кролики породы Аляска были выведены путем скрещивания нескольких пород, а именно, гавана, серебристая, русская горностаевая, голландская и венский голубой колик. Данная порода является мясошкурной и очень популярная. Но не в России. У нас про эту породу мало кто знает. Купить кроликов породы Аляска можно, но нецелесообразно. Будут проблемы с поиском новых кровей. Кролики породы Аляски среднего размера. Туловище у них компактное, как у большинства среднеразмерных скороспелых кроликов. Новозеландцы, бургунцы, венские. Голова маленькая. Уши короткие. Мех густой черного цвета. Подшерсток темно-голубого цвета. В общем кролики выглядят симпатично, но ничего особенного. Кролик породы белка. Масть серо-голубая с сиреневыми оттенками. На спине, голове, верх, хвосте более темный цвет, а на брюшке и нижней стороне хвоста белесый окрас. Кролики породы белка средних размеров с пропорциональным, коренастым телосложением, крепкой конституцией. Длина тела 50-56 см. Голова кроликов породы белка легкая, средних размеров, немного вытянутая. Глаза серых оттенков. Уши прямостоячие, длиной 15-16 см. Грудь глубокая и широкая, с небольшим подгрудком, хорошо развитая. Обхват груди 34-36 см. Спина прямая, широкая, у крольчих немного длиннее и шире, чем у кролей. Крестцово-поясничная часть широкая. Костяк тонкий, но крепкий. Крупа круглый, широкий. Конечности крепкие, прямые, широко поставленные. Кожа крепкая. Мех средней густоты и уравненности. По качеству и внешнему виду шкурки напоминают мех алиутской белки. Вес взрослого кролика 3,7-4,6 кг. Крольчихи немногоплодные, за окрол приносят 6-8 крольчат, не более, не молочны. Поруду разводят в основном для получения шкурок и мяса. Мясо кроликов диетическое, вкусное, нежное. Шкурки очень красивые, крупных и мелких размеров всегда востребованы на рынке меховых изделий. Кролик породы бельгийский заяц. Вес взрослого бельгийского зайца колеблется от 3,6 до 4,5 кг. Живет кролик в среднем 5 лет, а при должном уходе – и дольше. Особое внимание следует уделить размножению зайцев. Дело в том, что с возрастом у самок происходит слияние тазовых костей, а потому лучшее время для первой случки и беременности – 9 месяцев. Беременность длится от 28 до 31 дня, в помете появляются 4-8 крольчат. Когда крольчиха достигнет возраста 3 лет, ее по уже названной физиологической особенности лучше не допускать к случке, так как возможны сложности с естественным окролом. Для содержания бельгийского зайца требуется довольно обширное пространство. Этот кролик очень энергичный и подвижный. Поскольку животное довольно крупное и сильное, для общения с детьми оно не подходит. Точка порода была выведена во Фландрии, Бельгия, в 18 веке. Там, чтобы получить более крупное и мясистое животное, скрестили диких и домашних кроликов. Опыт оказался удачным, и в 1874 году породой заинтересовались англичане, которые придумали необычному животному его нынешнее название. Более того, английские заводчики решили развить особенные качества бельгийского зайца, скрестив его с дикими английскими кроликами. В итоге заяц стал еще более притким и энергичным. Кролик Рекс. Отличительная черта у всей породы этих кроликов. Загнутые и очень короткие усы, заметны сразу после его появления на свет. Туловище крупное, немного вытянутое в длину. У кролика маленькие и на вид очень хрупкие лапки, на голове не очень большие уши, которые имеют загнутые концы, длина их не более 13 сантиметров. Сзади торчит вертикально пушистый хвостик. Благодаря конституции тела, имеющую в основе тонкую кость, сам кролик Рекс очень легкий, но мяса с него получается достаточно много. Оно имеет нежные вкусовые качества и содержит в себе малое количество жиров. Весят взрослый кролик порядка 4-5 килограммов, а растут они достаточно быстро и уже в 4-месячном возрасте масса их составляет 3 килограмма. Конечно, знаменит кролик породы Рекс с замечательным мехом, который своим изумительным по тонкости и очень коротким по длине волосам придает шкурке особую мягкость. Это обеспечивается гладкостью и ровностью пухового слоя, а также равномерностью распределения осевых волосков, имеющих весьма незначительную длину в пределах 1,5-1,8 сантиметра. Лишь на небольшом участке в затылочной части и внизу живота могут находиться маленькие завитки. Если вы решили завести кроликов для разведения и получения мяса, то советуем выбрать другие мясные породы. Немецкий пестрый кролик – строкач. В немецкой пестрой породе сохранилось многое от прародительницы. В первую очередь, величина представителей. Они остались великанами в кроличьем разнообразии. Как и фландры, строкачи могут похвалиться большой массой живого веса. В минимуме у взрослых особи она составляет 5 килограммов, максимум не ограничивается даже 10. Растут эти кроли быстро, в среднем набирая по килограмму за месяц во льготной жизни. При большой массе немецкие пестрые кролики имеют крупное телосложение. Вырастают в длину до 70 сантиметров. Тело пропорционально, худобо-ухоженные кроли не страдают. Уши зверьков прямостоячие, длинные, в среднем 15-17 сантиметров. Лапы массивные, у самцов выражен под грудок. А крас немецких пестрых кролей – отдельный их признак. Уж очень они напоминают бабочек, хотя к их виду не относятся. И массы тела их больше, и остальные признаки свидетельствуют об отличиях пород. Мордочка строкачара скрашена симметричным рисунком, напоминающим крылья бабочки. Это темное пятно захватывает нос, щеки, немного уходя под подбородок, поднимается до середины и переносится закругленным выступом. Темные пятна располагаются и вокруг глаз. Полностью потемными оказываются уши. Полоса того же цвета тянется по линии позвоночника. Ее ширина ограничивается тремя см. По бокам от нее, по широкому крупу, раскиданы небольшие пятна неопределенной формы. Количество их произвольно, строгая симметрия в рисунке и расположении не обязательно. Основный цвет в окрасе строкачей белый. В пятнах признается три цветовых решения – черный, темно-серый, голубой. Остальное считается отклонением от породы – новозеландский белый кролик. Чистокровные кролики этой породы некрупные, живой вес около 4-5 килограммов. Тело животного цилиндрической формы – мускулистое и без лишних жировых отложений. В длину самец составляет 47 сантиметров, самка – 49 сантиметров. Они имеют короткую шею, низкопосаженную голову с толстыми короткими – 10 сантиметров, ушами, красные глаза, широкие лопатки, мясистую спину и отлично развитую заднюю часть, шириной примерно 224-25 сантиметров. У самок возможно наличие асимметричного и не очень крупного подгрудка, а для самцов это недопустимо. Новозеландский белый кролик также должен обладать идеальным прикусом. С нежно-белым волосяным покровом с серебристым подшерстками белые коготки. Зверьки этой породы имеют спокойный и добрый нрав. Например, во время обработки кролика можно спокойно положить себе на колени или держать через плечо. Легко приспосабливаются к перепадам температуры. Способны прожить до 10 лет, что делает белого новозеландского кролика хорошим домашним питомцем. Точка их удобно разводить в сетчатых вольерах. Стоимость мяса белого новозеландского кролика высокая. Благодаря молодому возрасту случки и относительно большому приросту, держать их выгодно. Самка за одинокрол способна принести до 8 крольчат. Взрослые особи данной породы достаточно крупные, весят до 5 килограмм. При таком весе, строение тела позволяет получить до 60% вкусного, диетического мяса кролика. Кролик новозеландский красный самки новозеландского красного кролика, как правило, крупнее самцов и обладают хорошими материнскими качествами и плодовитостью. 8-10 крольчат в пометте. Породу новозеландских красных кроликов разводят, как правило, в хозяйственных целях для получения мяса и шкурок. Большим плюсом породы является скороспелость и быстрый набор массы. Для получения будущего потомства лучше всего брать молодняк в возрасте 3-4 мес. Обязательно не родственных линий. Паловозрелый возраст самцов 6-7 мес, самок 4-5 мес. В среднем в год самка приносят до 40 крольчат, а это около 60 килограммов. Меса. Кролик резин немецкий великан. Породу немецкий резин разводят ради получения ценнейшего диетического мяса и качественного меха, который по своему окрасу бывает не только темно-серым, как у обычных кроликов, но и песочным, голубым, агути и черным. Неуклюжие, с большими ушами, прямыми и сильными лапами, они поражают своими огромными размерами и добродушным характером. Они хорошо идут на контакт со своим хозяином и, что самое главное, они обладают развитым интеллектом, чего никак не заметишь из-за их неповоротливости и неуклюжести. Взрослая особь может весить до 12 килограмм, размер туловища при этом достигает 70 сантиметров. Обычно эта порода имеет черную, серую, песочную или голубую окраску. Длина шерсти около 4 сантиметров. Если расчесывать кролика против роста волос, они легко возвращаются в начальное положение. Селекционеры добились хорошей мясной отдачи с этой описываемой породой кроликов. Кроме большого веса, удобство в разведении и большой процент прибыли достигается плодовитостью самок. В помете может быть до 12 крольчат. Русский горностаевый кролик. Эта порода достаточно миниатюрная по своим размерам. Взрослый горностаевый кролик обычно весит 4-5 килограммов. Добиться такой цифры удалось методом селекции. Их скрещивали с более крупными породами, такими как белый великан. Телосложение у данной породы очень пропорциональное. Небольшая круглая голова, широкая грудная клетка в обхвате 28-30 сантиметров, короткая и довольно широкая туловище аркообразной формы, длина которого составляет максимум 52 сантиметра. Конституция у животного достаточно крепкая. Горностай имеет округленный круг и крепкие прямые ноги. Уши у горностая всегда стоят прямо. Своей окраской русские горностаевые кролики похожи на сиамских кошек. В основном они белые кроме хвоста, лап, кончиков ушей и мордочки. Эти части тела у них окрашены в черный или черно-коричневый цвета. Новорожденные имеют полностью белую окраску, окрас взрослых особей они приобретают по достижению возраста в полгода. Имеют густой, эрластичный и блестящий волосяной покров, внешний и на ощупь напоминающий плюшевую игрушку. Серый великан Серый великан порода кроликов с мощными и крепкими лапами, массивное и вытянутое туловище длиной до 66 сантиметров с подгрудком. Туловище лептосомного типа. Грудная клетка может достигать размеров до 40 сантиметров в диаметре. Довольно крупная голова удлиненной формы со широкой мордочкой, с длинными ушами до 21 сантиметра. Костяк крепкий и массивный. У животного довольно крупные лапы с крепкими когтями. Средний вес кролика от 4 до 7 килограммов, но может достигать пределов 5-6 килограммах. Густота шерсти довольно незначительная с ворсом небольшой длины. Оскороз данной породы кроликов темно-серый, есть сходство оттенков со шиншиллой, сверху на спине шкурка темнее, а на животе более светлая. Очень популярная мясная порода среди кролиководов нашей страны. Они хорошо подходят для наших климатических условий и легко переносят заболевания. Их разводят с целью получения мяса и качественной шкурки. Серый великан в соответствии со своим названием обладает длинным и массивным туловищем. Крупная грубоватая голова, длинные уши. Окраска этой породы очень разнообразна. Можно найти кроликов серой зайчей, кенгуровой и железисто-серой окраски. Самки отличаются плодовитостью, хорошо вскармливают потомство, которое достаточно быстро растет. В возрасте 4 месяцев зверки имеют вес 3 и более килограмма. При убое можно получить около 60% мяса от живого веса, что делает эту породу эффективной. Кроме того, с взрослого кролика получается до 3000 кВ. СМ. Шкурки. Сиамский кролик. Сиамский кролик. Порода мяса шкуркового направления. Потребителями ценится и замечательное диетическое нежное мясо кролика, и его мех великолепного окраса, достаточно жесткий, а потому более носки и долговечный. Сиамские кролики окрасом напоминают любимых многими сиамских кошек. У них темная маска, уши, кончики лап, хвост. Переходы от темного к светлому контрастные, но обычно не имеют четких границ. Точка по сочетанию цвета меха сиамские делится на коричневых и голубых. У коричневых покровная окраска, желтовато-серая, на плечах и боках с затемнением, контрастный цвет и глаза, коричневые. У голубых покровная окраска, светло-кремовая или цвета слоновой кости, плечи бока также чуть затемнены, контрастный цвет и глаза, серо-голубые. Цвет у молодняка стабилизируется после двух месяцев, обретает окончательную насыщенность и особенности. Мех сиамских, плотный, довольно жесткий, равномерно остевой. Сиамские кролики быстро и дружно растут, достигая к трем месяцам около 2,5 килограмма. Продуктивная продолжительность жизни примерно 5 лет. Крольчиха в помете приносит 6-10 крольчат, хорошо о них заботятся, имеет достаточно молока для кормления. Советская шиншилла. Порода советская шиншилла была получена путем скрещивания пород белый великан с представителями более мелкой породы шиншилла. После долгого и кропотливого труда селекционерам удалось добиться получения совершенно новой породы. Они отличались повышенной массой тела и быстрым половым созреванием. Также эти животные были прекрасно приспособлены для разведения на территории России. Средний вес взрослой особи составляет 5 килограмм, но встречаются кролики, вес которых доходит до 7 килограмм. У данной породы хорошо сложенное, мускулистое тело и широкая грудь. Небольшая голова снабжена пропорциональными стоячими ушами. Средняя длина животного колеблется от 60 до 72 сантиметров. Сбитость доходит до 65%. Точка тела покрыта густым и мягким мехом, который имеет серо-голубой цвет. При забое животных средний выход мяса составляет 60% от общего веса взрослого кролика. Точка шерстью советской шиншиллы мягкая, лоснящаяся и имеет серебристо-серо-голубоватый окрас. Взрослый особь весит примерно 5 килограмм. Молодняк быстро набирает вес. Спустя 120 дней с момента окрола, зверек может весить 4 килограмма. Со взрослого кролика получается до 63% готового мяса. Серебристый кролик. Советское серебро. Животные этой породы обладают пропорциональным телосложением и прочной конституцией. Туловище длиною 57 сантиметров с мускулистым крупом, крепкое и достаточно сбитое, имеет прямую спину. Лапы крепкие и развитые с правильными пропорциями. Голова средней величины, на которой торчат прямые и короткие уши. Окрас лап, уши и верха хвоста несколько темнее основного, такие же темные пятна расположены вокруг глаз. Кролики полтавское серебро имеет такой серебряный оттенок за счет расположения и разного окраса волос. Длинные черные направляющие волосы, составляющая ось, белого цвета, основа пуха имеет голубоватый оттенок. Лишь спустя 4 месяца после рождения появляется серебряный цвет шерсти у малышей и зависит он от густоты волосяного покрова. Вес зрелого кролика в среднем равен 5-6 килограммов. Трианта порода на стыке мелких и средних кроликов. Средний вес около 2,5 килограмма. Пропорции гармоничные и округлые. Тело мускулистое. Плечи немного уже и бедер. Ноги короткие, сильные. Морда короткая. Мех красивый, мягкий, плотный, средней длины, шелковистый. Уши хорошо вертикально стоячие, округлые. Глаза темно-коричневые. Цвет коричнево-оранжевый, живот и низ хвоста светлее, французский баран. Конечно, основное отличие этого вида его висячие уши и, пожалуй, темпы роста, ведь эти кролики и сейчас самые большие по размерам и весу среди веслоухих пород. Самки таких кроликов достигают веса более 5 килограммов, самцы несколько поменьше, около 4,5 килограмма. Говоря о кролике французский баран, описание этого вида будет выглядеть следующим образом. Выступающие лобные кости на широкой мордочке, щеки очень грузные и пухлые, прочные и крепкие ноги, вытянутые туловища с широкой спиной и глубокой грудью, уши висячие, достигающие в длину 45 сантиметров. Наряду с большими размерами туловища, французский баран-кролик славится своим красивым мехом, который на ощупь очень мягкий и весьма значительный по своей густоте. Эта порода обязана такой многочисленностью своей великолепной шкурки и нежному сочному мясу, поэтому разведение ее так широко распространено на всех континентах. Окрас этих животных изначально был цвета агутинь, но в настоящее время он может быть совершенно разным, шиншилла, черный, белый, голубой, множество оттенков серого, но наиболее распространенный, это пестрый окрас. Кролик французский баран на фото выглядит великолепно в своей пестрой шубке, хиколь, и чили. Французская гибридная линия, полученная генетиками в конце прошлого века. Цвет шерсти варьируется от белого и серого до колор-принта, белоснежное тельце и темненький нос и ушки. Выращивается как бройлер, в 3-4 месяца животные набирают до 5 килограмм, и уже подходят для убоя. Поскольку порода гибридная, естественным путем размножаться не может, только ручным оплодотворением. При естественном подходе крольчатопородистыми не считаются, при сбалансированном питании ежедневно прибавляют до 60 грамм. Перед убоем количество мяса достигает 60% общего веса. Самочки живут компанией по двое-трое. Для предотвращения драк и агрессии, самцов селят по одному. После окрола крольчихам нужен постоянный доступ к воде и рацион, составленный с учетом здоровья роженицы. При недостатке в пище белка и отсутствии питья, крольчихи едят своих детей на шеи, восполняя недостаток белка и воды в организме. Черный огненный кролик. Средний вес этой породы небольшой и находится в пределах от 2-700 до 3,5 килограмм. Широкое туловище с красивой ровной спиной, лапы прямостоящие и довольно крепкие. Голова небольших размеров с ушами стоящими прямо, грудь не очень широкая, но глубокая. Самое яркое впечатление черно-огненный кролик производит характеристикой своего окраса. Он настолько схож по цвету с черно-бурой лисой, что шкурки этой породы идут в производство в натуральном виде без окрашивания. Белые или светлые пятна являются браком, по качеству окраса проходят лишь остевые волосинки рыжеватого цвета. Черный цвет блестящий и насыщенный имеют внешняя сторона лап, верхняя часть туловища, головы и морды. Огненно-рыжий окрас располагается на нижней части живота и внутренней поверхности лап. Редактор субтитров А.Семкин